Близнецы, с наступившим вас Новым Годом! Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. И в текущем видео, как всегда, традиционно, Тараскоп на следующий месяц. В данном случае на январь 2020 года. Надеюсь, праздники у вас прошли успешно. Посмотрим, что же вам целиит Новый Год, с чего он начнется, как он начнется, ну и, собственно, к чему он готовится. Работать я сегодня буду с колодой The Light Sears Taro, это Свет Пророка. Хочу напомнить, что Раскоп общий. Он не может отыграться для каждого из вас. У кого-то отыграется частично, у кого-то всецело, у кого-то не отыграется вовсе. Как рекомендация еще смотреть по асценденту. Объясню почему. Потому что знак Зодиака у вас один, асценденты у всех разные. То есть не сразу же выделяют знаки Зодиака, там, Близнецы первой декады, второй, третий. Соответственно, на событийный ряд это тоже очень сильно влияет. Смотрите, сопоставляйте, делайте выводы. Итак, поехали. К чему же вам готовится? Общая атмосфера месяца. Что ждет в плане работы? Финансов. Здоровья. Личной жизни. И совет от карт. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Так, ну что, январь могу вам сказать. У кого-то либо начнется с поездки, либо будет завершаться с поездкой. Карта, которая указывает на запал энергии, восстановление сил, новый потенциал. Знаете, как с новыми силами в Новый год. Новые возможности, новые цели, новые задачи. Энергия будет кипеть, бурлить, будет сил на все. И самое главное, появятся какие-то новые многоцелевые задачи. Еще эта карта, мы сейчас дотянем в какой сфере в большей степени отыграться. По тройке Пентакли, видите, в первую очередь работа, работа еще раз работа. То есть, это знаете, как достичь нового уровня заработка, либо повышения по карьерной лестнице, либо в целом организации вашего дела. У кого-то, безусловно, на повестке дня еще могут быть стоять траты, связанные с вопросами купли-продажи автомобиля, выпады кредитов по автомобилю, нули обеспокоенности ремонтом, тюнингом, что с этим может быть связано. Но месяц, который уже сам по себе вам свалит хорошую энергетику. Давайте теперь смотреть более детально. Итак, что у вас здесь в плане работы? Четверка жезлов. Как ни странно, карта стабильности. Хотя у нас в январе такой месяц расхлябанный, у многих тут праздники и так далее. Но по четверке жезлов – это либо желание начать свое дело, либо работать на дому, либо подработка фрилансом. То есть у многих здесь появится многозадачность что-то еще как бы открыть свое. Кто-то, безусловно, может уйти в эвент-агентство, кто-то в сферу недвижимости, но это карта стабильности. Если на текущий вы момент пенсионер, то здесь карта вам говорит о том, что какая-то домашняя подработка. Может быть, раза, кто-то там носки вяжет, кто-то там выращивает цветы, либо что-то еще. Но тем не менее, это, знаете, карта стабильности. Без дела сидеть не будете. Если вы в статусе соискателя, то четверка жезлов может говорить только об успешно пройденном собеседовании. Здесь еще нет ситуации трудоустройства. Хотя, вроде бы четверка, да, и стабильна, но тем не менее. Пока еще так, все шатковалка. Но с собеседованием вы будете довольны. Что касаемо, если вы наемный работник. Ну, ситуация такая, вот мы даже видим здесь на карте. Хоп, хей, лавалей. Все-таки месяц еще будет такой праздничный. Многие здесь будут отходить от праздников, мероприятий, банкетов и так далее. Ну, то есть, пройдет легко. Пройдет легко, стабильно, будут ставить вам новые задачи. У кого свой собственный бизнес, это укрепление потенциала, это расширение возможностей. И самое главное, как не только укрепить, а внедрить нечто новое. Вот об этом вам говорит Аркан. Относительно финансовой стороны вопроса. Здесь пока застой. Объясню почему. Потому что, если вы пенсионер, я не вижу дотации каких-то новых. Если вы в статусе соискателя, заработка здесь пока нет. Если вы наемный работник, все стабильно, один и тот же оклад. Пока без изменений. А если у вас собственный бизнес, то в рамках января здесь еще нет как таковой прибыли. Только какие-то ваши вложения в развитие, в перспективу. Ну, давайте дотянуем еще один Аркан, дабы прояснить ситуацию. Видите, вот не зря вам говорят по двойке жезлов. Получая деньги из двух источников дохода, вы будете искать новый вид заработка. Соответственно, в это вкладываться. Будет потенциал, есть возможности. Вот в плане финансов, кстати, это, знаете, пересмотреть ситуацию. Перевернуть все с ног на голову. Посмотреть, почему происходит финансовый застой и как эту ситуацию решить. И найти решение этого вопроса. Новые перспективы. У вас будет один способ заработка, да, и найдете другой. Что касаемо здоровья. Ну, по здоровью могу, скажем так, только за вас порадоваться. Девятка кубков. Это у нас карта счастья, радости, полноты жизни, роскоши. Здоровье здесь замечательно. Единственное, могу сказать сразу, не переусердствуйте за новогодним застольем. Потому что это карта, все-таки переедание, ну, сами понимаете, чревата лишним весом. Ну, кому-то не страшно, то, скажем так, отведите душу. Проведите праздники в свое удовольствие. Касаемо вопросов личной жизни. Вот здесь интересно. По Тузу Пентакли новый шанс. Шанс в чем? Сейчас независимо от того, вы свободны, одиноки. Либо карты говорят о том, что вы в нестабильных связях, либо вы в стабильных связях. Это новый шанс. У каждого он будет свой. Мы сейчас будем дотягивать, будем смотреть. Но, уже как говорят карты, если на текущий момент свободны, новые возможности. Конкретно по аркану жреца, у кого-то они будут связаны с работой, либо с учебой, либо с вопросами вашей карьеры, может для вас произойти какое-то новое знакомство. Знаковое знакомство. Но связано оно, в первую очередь, будет с вопросами работы, религии, либо у кого-то это вопросы, знаете, обратиться к врачу на диагностику. Потому что здесь, в первую очередь, человек, который вам будет дан, это, знаете, который вам будет нести духовный свет, радость бытия. И самое главное, насколько с ним будет комфортно. То есть, не упустить этот шанс. Куда будут заводить эти отношения, это уже другой момент. Но, тем не менее. Для тех же, у кого нестабильные связи, качелеобразные, тут ситуация не поменяется, как и будет ситуация на два фронта. Не важно, любовница вы, то есть, я имею в виду, у вас есть семья, либо у вас нет семьи в высоте, то есть, любовница, либо любовника. Здесь все останется так, как и было. Единственное, что по тузу Пентакли, если вы были в ссоре, это будет ситуация примирения, либо, скажем так, вас немного здесь побалуют какой-то помощью. Финансовой, подарками, либо просто, там, не знаю, словом, делом и так далее. Потому что здесь немножко акцент будет смещен непосредственно на вас. Если у вас стабильные семейные связи, либо вы просто с кем-то живете, то для вас это новый опыт. Это желание укрепить отношения, строить прочную базу отношений. Причем здесь, знаете, как взаимовыгодная материальная завязка. То есть, вкладываться в обучение, в новый опыт, в новый шанс. Потому что тут как желание открыть нечто новое. У кого-то, кстати, возможно, семейный бизнес, либо совместное дело. Еще у кого-то может поиграться. Если в вопросах тех, кто уже в стабильных связях, это может быть вопрос зачатия. Не у всех, поэтому не пишите мне, какое зачатие, каждый раз одно и то же. Поверьте, я излагаю информацию, как она отыгрывается со всех сторон, для любых категорий. Поэтому каждый принимает, безусловно, ситуацию на себя. Примеряет ее, сопоставляет с тем, что происходит в вашей жизни. Так, ну давайте посмотрим, касаемо совета, как у вас здесь будет. Пятерка кубков. Карта, которая вам говорит, что не драматизируйте ситуацию, чего бы она ни касалась. С финансовой стороны вопроса. Отношений, просто какой-то ситуации, размолвки, конфликтов. Что-то не клеится, валится из рук. Сами себя накручиваете. Не зря, да, как думы мои, думы мои, горы мои низвамы. Ну вот здесь конкретно, вот именно этот момент. Вы сами драматизируйте ситуацию, сами себя накручиваете, не делайте этого. Вот это, скажем так, вся проблема именно от этого. Вы как-то сейчас все видите в пессимистичном свете. А на самом деле, по пажу мечи, нужно не драматизировать, а глубже копнуть в ситуацию. Вот то, что у вас не получается, либо не клеится. Какой бы сферы ни касалось. И проясните этот момент. Вам станет легко, вам станет понятно. Это свет знаний. Кстати, если кто-то здесь чему-либо обучается, особенно если, вот смотрите, здесь эзотерика, просто углубитесь в этот вопрос. У кого-то сразу не получится. Но тем не менее, это то, что вам даст силы, свет знаний, ну и стабильное финансовое положение. Вот такой у вас месяц. Но если проанализировать, смотрите. Знаковым он для многих проиграется в сфере финансов. Это пересмотр, да, ситуации, попытки найти новый источник дохода и в плане отношений. То есть это те сферы, на которые я бы вам рекомендовала обратить внимание. Там, безусловно, каждый решает для себя сам. Ну вот такая у вас ситуация. Отпишитесь мне, пожалуйста, отыграется она у вас или нет. Хочу также всех поблагодарить за донаты, за ту помощь, которую вы мне оказываете в развитии канала. Это мне позволяет покупать новые колоды, баловать вас чем-то интересным, ну и делать свой контент более разнообразным. Для тех же, кого интересуют личные консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Пишите в Viber или WhatsApp. Мой администратор Анастасия ответит на все ваши вопросы. Я же искренне благодарю вас за просмотр. Удачного вам месяца и легкого начала года.